В своем развитии раковое заболевание проходит три стадии. Есть у меня тут такой помощник чудесный, вот, и, значит, позиционная терапия, это что, это разнообразное положение ребенка. Сегодня на второй части вебинара мы будем разбирать с вами такой метод, как капиллярный массаж по методу Тауга. Обычно ларингит может начинать с неспецифических симптомов, которые связаны с острией. Наверняка вы знаете, что нужно привлечить не только проблему миногеморрой, но и душу пациента. В народе раньше говорили эрозия шеи и матки, и любая женщина, которая слышит эту фразу, всегда говорит, да, у меня эрозия. Когда речь заходит об интимной гигиене, у женщин возникает много лифов и заблуждений. Всем добрый день. Сегодня мы поговорим про врожденные пороки развития верхней конечности. Представляете, такой сложный орган, как рука, которая является уникальным для кистевых терапевтов и кистевых хирургов, формируется всего 4 недели. 4 недели, чтобы сформировались кости, связки, суставы и формирование верхней конечности у нас идет, что самое важное, с 4 по 8 неделю развития. И внешние факторы, безусловно, могут повлиять на различные изменения, которые могут произойти у беременной женщины. На самом деле хочется сказать, что пороки могут возникнуть у каждого человека. То есть у абсолютно здоровой матери может родиться ребенок с пороком. Потому что в целом, если мы говорим про пороки, то они подразделяются на две группы. Есть наследуемые пороки, скажу, что их всего два, остальное расскажу на вебинаре. И спонтанные пороки, то есть в процессе формирования верхней конечности, которая формируется как раз-таки за 4 недели, что-то пошло не так. Я бы сравнила формирование верхней конечности с деревом. Представьте, как маленькое дерево начинает подниматься, как потом оно распускается, дает веточки, дает листву. И в целом верхняя конечность также развивается, начиная с плеча и заканчивая кистью. Так вот, пороков множество. То есть если мы откроем классификацию врожденных пороков верхней конечности, сначала в ней можно запутаться, потому что это большие листы А4. Но в целом, если в ней разобраться, то все довольно-таки просто. Потому что классификация подразделяется на нарушение формирования верхней конечности, деформации, которые у нее есть, дисплазии и синдромы. Хочется еще добавить, что когда мы встречаемся с детьми, у которых есть врожденный порок развития, то часто в роддомах для мамы и для отца это может быть шок, что родился ребенок с измененной верхней конечностью. И они, как правило, не знают, что делать и кому обращаться. Плюс ко всему, не всегда медперсонал грамотно может поступить в той или иной проблеме, потому что просто не сталкивался с таким пороком. И на этом этапе могут быть совершены ошибки как медперсонала, так и совершены ошибки у родителей. И, естественно, это также будет эмоционально давить на родителя, что он как-то поступил не так. Поэтому здесь очень важно вовремя обратиться к грамотным специалистам, которые занимаются конкретно этой темой. То есть это, как правило, детские кистевые хирурги, которые занимаются врожденными пороками. Это кистевые терапевты, которые занимаются восстановлением детей после травмы и операций, также врожденными пороками развития кисти. И если вовремя обратиться, то очень много осложнений мы можем предотвратить. А это самое важное, когда мы говорим о детях. Субтитры создавал DimaTorzok